Та-та-дам! Demon's Souls, Dark Souls, Bloodburn, Sekiro Серия игр от компании From Software Которая сильно выделяется на фоне прогрессирующей оказуальности игрового рынка И вопреки этому рынку, заимела огромную популярность В основном благодаря своей сложности И даже немного приобрела некий мейнстримный характер Сделав популярными хардкорные игры в наше казуальное время Но самое интересное, после Dark Souls и на мобилку Посыпались подобные игры Да, мобильный рынок не только переполнен простыми казуальными игрушечками И сегодня мы отыщем лучших претендентов на звание хардкорных игр в стилистике Dark Souls С вами Фомикс и мы погнали! И на пятом месте у нас сразу две игрушки в интересной стилистике и сделанные китайцами Начнем с Infinity Souls Эта игра не претендует на полноценный Dark Souls Здесь вам надо проходить уровни, сделанные в виде таких арен На котором по очередности будут появляться враги Которых вы, конечно же, должны будете убивать, собирая их души Которыми будете себя прокачивать, покупать оружие В конце уровня будут появляться невероятно сложные боссы И без должной прокачки героя вы их пропросту не одолеете В игре несколько классов, несколько видов оружия И у каждого своя тактика Игра еще очень недоделана и впоследствии может появиться еще куча всего А пока что очень залипательная игрушка Дальше переходим к игре Resurrection И в отличии от предыдущей игры это коридорное RPG Которое больше приближено к Dark Souls Также есть и парирование, и блок, и магия, и удары, силовые удары, и отскок У каждого из этих действий есть отдельная кнопка на экране Ваша задача просто идти вперед и пройти как можно дальше Добравшись до Пентаграм, можете сохранить свой прогресс и прокачаться Используя также души с убитых врагов Еще здесь есть NPC всякие, с которыми можно поговорить Но, блин, тут все на китайском как бы И может быть здесь даже есть какая-нибудь история, лор, фиг знает Все эти две игрушки хардкорные И даже потяжелее Dark Souls иногда будет Я и на первом боссе здесь остановился Вот этого вот чувака не могу никак пройти Но это уже другая история, а мы продолжаем топ На четвертом месте расположилась серия игр от студии Ten Beards Создавшие уникальную и красивую вселенную В первую очередь в игрушке Animus Игра платная, но в принципе она того стоит Она проработанная, красивая графика, много деталей и, собственно, механики и хардкор Мир здесь не открытый, а представлен несколькими уровнями Которые нам постепенно придется зачищать Каждый босс индивидуален и вам придется повозиться с ним достаточно долгое время Подобных игр с красивой картинкой, а тем более платных сейчас нет в плеймаркете Поэтому эти игры очень уникальные Ссылка на все это будет в описании, ну а мы идем дальше А на третьем месте игра, которая, ну, больше всех похожа на Dark Souls Я бы сказал просто слизана Way of Retribution И начинается все с довольно неплохой по мерам мобильных телефонов Кастомизации персонажа и выбором класса И вот мы появляемся в замке Мир здесь, конечно, не такой открытый, как Dark Souls Нам надо будет коридорно идти вперед Походу убивая врагов и зарабатывая души Ну и можно найти более короткий путь Обойдя врагов и сэкономим время Так же, как в Dark Souls за проемом покрытым туманом Нас будет поджидать босс После победы качаем свои характеристики и топаем до телепорта Здесь это аналог костра, как Dark Souls Который может нас перенести к кузнецу и торговцу У торговца представлен огромный арсенал оружия Различные мечи, топоры Огромный выбор брони Помимо этого всякая магия, ну и так далее Никакая другая игра не напоминает Dark Souls так, как это Но впереди еще два места Последние две игры еще не вышли, но являются очень качественными и амбициозными проектами Первая из них называется Song of Ruin, где мы играем специфичным лысом-чуваком И на первый взгляд по трейлеру игрушка выглядит очень красиво В нашем арсенале будет различное оружие, магия, способности, приемы Шаг за шагом будем проходить вперед, узнавая лор и события этого мира Каков здесь сюжет, да и основные подробности я не знаю, сужу лишь по трейлеру Будем ждать более полной информации, естественно, выхода игры И надеюсь, нам скоро в нее удастся поиграть А теперь переходим к первому месту И на первом месте игра Pascal's Wager Посмотрев на которую, не скажешь даже, что это телефонная игра Она также не вышла и судить мы можем только по трейлеру У нас в распоряжении два проработанных играбельных персонажа Собственно, дедок и девочка Если дедок специализируется на оружии ближнего боя, мечи и всякое такое То девочка уже расстреливает врагов Действие происходит в каком-то темном средневековом мире Приближенном, не знаю, к Мангхельсингу или Ведьмаку Видно, что в игре есть сюжет Главные герои должны дойти до своей цели Отомстить или убить своего заклятого врага Но точно мы узнаем также после выхода игры Отдельно хочется отметить графику, детализацию, проработанность окружающего мира Игра просто качественная и радует, что такие мощные проекты выходят на телефон Но на этот топ подходит к концу И меня очень удивляет, что на телефон выходит немалое количество клонов Да не просто клонов, а таких хардкорных игрушек, как Dark Souls Более того, это сильные проекты, в которые интересно играть Благодаря чему нельзя сказать, что все мобилки это посредственная казуальщина Ну а если вам понравился топ, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Ссылки на все игры будут в описании А с вами был Фомикс На этом все Всем спасибо, всем удачи, всем пока